здравствуйте друзья помнится молодым был жили мы в москве там иностранцев много ну по советским понятием вот и так ну гуляешь по центру города давно есть есть иностранцы особенно вот день там поблизости к гостинице россии например там тогда и вот смотрели мы на них и видно было что люди не в себе ну то есть какие таких абстрактно идут что там напевают вообще ничего вокруг себя не видеть какие-то люди каком таком мире живут но вот не ну не тут они не тут вот такие и а мы ну сами понимаете люди советские и бросались в глаза не короче потом мы приехали уже когда в сша первые несколько дней я помню что мы пошли в даунтаун сан-франциско и надо был какой-то офис найти вот мы шли у нас какие-то карта была знать да не было навигаторов там ничего такого карта бумажная так и так и идет навстречу нам большой такой черный дядька и поравнявшись с нами он нам говорит смайл эти мы думаем а что же мы такие какие-то ну что вот с нами такое что вот нам про прохожий говорит что улыбаться надо в общем то есть мы были как советские люди в общем ничем не отличались совершенно там даже на паспорт знаете на паспорт на какой-то ну ну документ какой-то на удостоверение на пропуск там когда фотографию сделали должна была быть такая кирпичная суконная рожа тогда я писал и тебя сфотографировали не дай бог ты там улыбаться будешь это вообще но даже странно как-то и когда мы сюда приехали и нам делали первые фотографии там не помню на драйвер слайсен я не гать смайл на фотографию смайл ну вообще да вот и шло время но мы видим даже народ там много разного вокруг и так они вроде по-разному улыбаются некоторые знаете так у них вот какая-то резинка такая и вот то есть он как бы тело улыбается такую гримаску как бы делает это бывает но не так часто в основном они улыбаются нормально так хорошо улыбаются и у нас был случай тут один дяденька приехал такой лет пятидесяти из белорусских лесов откуда-то оттуда никогда в жизни не выезжал за границу вот впервые попал сюда и вот он тут дня три был в америке и мне рассказывает вставляешь где-то вот там ведь в кафешоп ходили я бы но могут ты понимаешь там гать мексиканочка как на раздаче там и кофе наливает так улыбалась я говорю как улыбался ну вот если бы она у нас так улыбалась все гать снимай передник пошли в кусты вот они просто улыбаются не не то чтобы там они в кусты норовят в общем по-другому люди улыбаются и со мной произошел какой-то лично со мной произошел какой-то такой переворот существенная я его ощущаю очень сильно вот лет наверное шесть шесть пять шесть назад то есть мы уже прожили 20 лет в америке и безусловно так у меня вообще настроение хорошее было даже в ссср я в основном ходил с хорошим настроением был жизнерадостный там прикалывался шутил песни пел там под гитару ну то есть как бы не грустил но тут значит чувствую чё-то изменилось произошло что-то правда я в это время примерно начал ходить на курс по эзотерике но как бы снимать напряжение да то есть он тебя учит как от внешних воздействий избавляться и быть самим собой и вот чувствую без абсолютно беспричинно улыбаюсь вот смотрю там да и знать еще и все вызывает умиление вот смотришь там деточка какая-нибудь на неважно там деточки они все потрясающе умилительные там и черненькие желтенькие такие сякие нужно совершенно никакой значениями но тут еще понимаете бывает допустим у черненьких деток у них чем такого заплетут тут прямо что дачки ты бусинки по вставляют такой а то смотри можно полчаса смотреть глаз не оторвешь и вот а все-таки работают у нас стрессовая вот представьте себе когда на тебе там допустим ну постоянно вот может быть там ну не знаю если не 100 то там 80 человек вот они в школе ходят да и соответственно у всех свои проблемы а может и 100 значит этот на практику это там ничего не получается этого там не дай бог семье что-то случилось бывает почти всегда что-то происходит вот и под стрессом чудят знать как чудят иногда думаешь ну как так может быть вот они чудят вот и и тут я вот в этот процесс пошел и какая-то на меня такая благостность не зашла может быть я думаю может быть верующего такая никогда искренняя такая молитва может быть она дает вот такое же ощущение не знаю я никогда не молился не могу сказать значит и вот чувствую мир вокруг перевернулся переменился значит вот идешь улыбаешься я там тетка какая-то на каблуках там ты улыбаешься она тебе улыбается безобидно дядька какой-нибудь идет водитель там сидит баранку крутить вот и вдруг я смотрю весь мир улыбаться начал мне в класс заглядываешь сможешь весь класс улыбается этого они что раньше не улыбались или там черный не знаю ну то есть но за каком случае я был другой соответственно на меня мир по-другому реагировал и но вот это вот состояние такое вот она у многих вот так смотришь люди по улице идут и они такие благостные то есть очень-очень много в америке благостных людей это улыбаются говорят вот там не искренние улыбки бывают не искренние бывают но я бы сказал так на одну не искреннюю там 25 совершенно нормальных искренних человеческих улыбок вот из того что я вижу нельзя можно куда-нибудь поехать и там все будут не искренне а какой будет искренне буду смотреть на него как на дурачка какой может есть такие места я не бывал вот а так вот всюду где бывал улыбки были очень хорошие ну вот наверное такой рассказ я подумал надо рассказать что надо рассказать про эту вот дурацкую американскую улыбку вот когда у человека хорошо на душе знаете вот хорошо на душе и этот вот так улыбается вот ведь я не могу объяснить причин но могу констатировать факт что вот действительно вот так смотришь и и хорошо хорошо так что друзья давайте будем беспричинно улыбаться а для того чтобы это происходило значит надо отпустить всякую дрянь и просто вот радоваться жизни в ее самых простых самых замечательных формах солнышко есть чего не радоваться правда люди вокруг хорошие чего не радоваться там не болит ничего уже можно радоваться даже если болит ты же понимаешь а могло болеть больше могло быть хуже против всегда есть повод радоваться вот надо просто радоваться не искать повод конечно если вы будете искать повод как психотренинг какой то конечно это не совсем то может быть тоже помогает но просто естественным образом так что друзья отбрасываем суету сосредотачиваемся на существенном и начинаем улыбаться вот этой вот непонятной американской улыбкой счастливо